Трудные места описания с библейским порталом Акзегет. Послание к Ефесинам, 2 глава, 14 стих. Ну, вот один из тех стихов, которые в синодальном переводе звучат как-то совсем невнятно. Каждое слово ясно, предельно ясно, а общий смысл ускользает полностью. «Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одной, разрушившей стоящую посреди преграду». Если дальше читать, будет еще хуже. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самым одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Ну, мы понимаем только одно, что из каких-то двух Он сделал одно, и это все связано с крестом и распятием. Из кого же двух Он сделал одно, и что одно Он сделал? Ну, если подходить строго, то предшествующий текст говорит о язычниках. Он обращается к христианам из числа язычников бывших. Ефес – это известный город в Малой Азии, хорошо сохранился, кстати, и до сих пор можно посетить его развалины, и там очень много и христианских реликвий. В Западной Турции находится сегодня. Вот, это город, населенный язычниками. Там какое-то количество иудеев есть, но не очень много. И они это прекрасно понимают, что есть язычники, есть иудеи, и Христос есть наш мир, мир в значении благополучия, процветания и отсутствия войны. И из этих двух Он делает одно. А зачем? Разве нужно всех соединять в одном? Вот есть греки, есть евреи, или там сегодня есть русские, китайцы, американцы, разные другие нации. Нам что, надо всем слиться в какую-то одну национальность общую? Зачем? Ну, давайте, если мы взглянем чуть-чуть дальше, может быть, это станет несколько более понятным. Он упразднив вражду, плотью своей, дабы создать себе нового человека, устрояя мир. То есть, он строит нового человека, может быть, лучше перевести новое человечество, в котором нет вражды, в котором сохраняются индивидуальности, в котором сохраняются культурные особенности, в котором очень много всего, но упраздняется вражда. А при чем здесь распятие? Ну, конечно, в христианстве распятие Христа – это очень важное. Самое, наверное, важное вместе с воскресением история, но вражды-то она тем самым не упраздняет. И, к сожалению, мы знаем по истории человечества, что символ креста очень часто присутствовал в тех местах, где вражды было выше крыши, да? И вот совсем это не значит, что как только нарисован крест, сразу все стали дружить друг с другом. Как же это можно понять? Но что такое с точки зрения автора послания к Ефесиным? Распятие – это не просто жертвенная смерть Христа, но это то, что отменяет проклятие и последующее наказание за нарушение закона. И вот до этого момента есть иудеи, которые исполняют закон, да, нарушают, но стремятся исполнить, по крайней мере, большинство из них. Есть язычники, которые закон отвергают, и эта вражда – это необычная такая ксенофобия, да, вот эти плохие, мы их не любим, они не так говорят, не так одеваются, у них цвет кожи не тот, не тот разрез глаз. Ну, это обычная вещь, да, такая физиологическая, как, может быть, даже неприязнь к людям другой национальности. А это то, что кренится глубоко в религии. Иудеи смотрят на язычников и говорят, ага, они беззаконники, они отвергают закон Божий, мы не можем с ними общаться. Ну, и язычники, видимо, глядя на иудеев, тоже говорят много чего, что вот они превозносятся своим законом, они чванливы, они нас за людей не считают. И им невозможно через это перейти, потому что помимо обычной ксенофобии такой, да, и обычной неприязни к людям другой национальности, у них есть вот это очень серьёзное и веское основание – закон. И приходит Христос, умирает за всех людей, и, как описано это в послании к Ефейсинаму, в других посланиях Нового Завета, всё начинает выглядеть иначе. Он дарует человеку прощение, это его крестная смерть, это есть избавление человечества от проклятия. И отныне те, кто исполнял прежний закон, те, кто несовершенно, но старался, те, кто вообще его не исполнял, они оказываются в одном и том же положении, им нечего больше делить. Вот этот закон становился предметом пререканий. И вы знаете, это действительно часто бывает в жизни, когда какие-то религиозные нормы, да, что читается на Пасху, слово Иоанна Златоуста, постившиеся и не постившиеся, да, постники и воздержники, с одной стороны, те, кто всё себе позволял, с другой, вот любая религиозная норма, практика, любая форма религиозной жизни, тут же людей разделяют на тех, кто исполняет. Ну да, не всегда хорошо, не всегда до конца, но хоть как-то, и те, кто от этого отказывается, да, и тут же одни говорят, фу, они беззаконники, другие, наоборот, говорят, фу, это лицемеры, они превозносятся этим своим исполнением. А потом приходит Христос и говорит, дело не в этом. Здорово, если вы это исполняли, но не это главное. И вот так, собственно, из двоих созидается одно. Мы скажем, да где же это? У нас сколько конфессий, юрисдикций, это уж не говоря о нехристианских религиях, да, никакой вражды никто не упразднил. Всё и продолжается. Ты в какую церковь ходишь? А я в эту не хожу, я в эту не ногой, я в другую совсем. Есть даже анекдот, который представители разных конфессий рассказывают о том, что человек на необитаемом острове построил себе два молитвенных здания, в одно он ходит, а в то не ногой. Да, человек эту стену вражды строит даже там, где ему не с кем враждовать. Вот ему важно об эту стену операции говорить. Нет, вот по ту сторону плохие, да, я хороший. Да, всё это так, о том мире, в котором мы живём. Но эта драма Креста, это же не просто событие, которое случилось там в 30-каком-то году нашей эры, и мы об этом вспоминаем, и всё. Но это то, что происходит постоянно. Это не просто единожды происходившее событие, это жизнь нового человечества, которое, да, ещё не полностью присутствует здесь, да, это только зародыш этого человечества. Но он в церкви есть, и, может быть, именно поэтому именно вот страны, скажем так, с христианским наследием, они и в истории человеческой как-то, ну, приучаются преодолевать ксенофобию, расизм. Очень много их ещё, да, но всё-таки, 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 вот именно в странах с христианским наследием, и я уверен, именно в связи с этим наследием, стена вражды постепенно преодолевается. Это задача на всю историю человечества, я уверен, задача, которая, может быть, окончательно имеет решение только в вечности. Но работа идёт.